Уважаемые Татьяна Юрьевна и Алексей Викторович, дорогие коллеги, ну вот уже несколько лет с нами нет Михаила Владимировича Гершиновича, и я очень благодарен оргкомитету, что ежегодно устраивают, организуют эти симпозиумы, посвященные профессору Гершиновичу, ну и, конечно, они связаны с химиотерапией различных солидных опухолей и лимфом. Оргкомитет попросил меня сделать доклад, прежде всего, по лимфоме Ходжкина, но потом название немножко изменилось, и оказались просто лимфомы. Поэтому я добавил некоторые слайды, материал, не только по лимфоме Ходжкина, но и по другим неходженским лимфомам. Все вы хорошо знаете, что основные методы комбинированной терапии, основными методами являются хирургия, химиотерапия и радиотерапия. Ну, конечно, для специалистов, занимающихся лечением лимфом и других онкогематологических опухолей, решающую роль играет химиотерапия. Но, несмотря на появление большого количества новых препаратов, главной проблемой наших неуспехов является резистентность к химиотерапевтическим препаратам и токсичность цитостатической и лучевой терапии. Кроме того, эти методы терапии действуют не только на раковые клетки, но и, к сожалению, затрагивают и негативно отражаются практически на всех тканях и органах организма, поскольку обладают низкой такой адресностью, тагентностью. И давно, особенно в последние годы, повысился интерес к другим методам терапии. А именно иммунотерапии, поскольку иммунотерапия очень часто не имеет перекрестной резистентности с цитостатической и лучевой терапией. Условно ее можно подразделить на таргетную иммунную терапию, это прежде всего моноклональность и другие методы. И иммунотерапию, направленную на активацию иммунной системы. Это вакцины, клеточная терапия, ну и такие препараты, как ингибиторы иммунных контрольных точек. Таким образом, в настоящее время иммунотерапия становится или уже стала одним из главных методов лечения многих опухолей. Ну, прежде всего, это онкогематологические опухоли, но в настоящее время появился уже огромный опыт в использовании иммунотерапевтических воздействий при лечении солидных опухолей, включая саркомы. Если говорить о фармакологической иммунотерапии, то, конечно, наиболее важными являются различные моноклональные антитела. И в настоящее время не вызывать сомнений, что наряду с обычными моноклональными антителами в будущем решающий роль будет принадлежать моноклональными антителам, которые мы называем иммуноконюгаты, то есть антитела, в структуре которых имеются токсические вещества, проще говоря, цитостатики, и биспецифические антитела. А если говорить о клеточной терапии, то основным методом до сих пор является аллогенная трансплантация костного мозга или, как иногда говорят, гемополитические стволы клеток, потому что и костный мозг в качестве трансплантата, и периферическая кровь, когда используется для трансплантации терапевтическим началом этих видов трансплантации, являются зловые кроветворные клетки. Кроме того, всем хорошо известны новые методы лечения, которые все шире и шире завоевывают различные клиники в различных странах, и, наверное, основной метод – это так называемая картитерапия. Наибольшие успехи в лечении злокачественных новообразований достигнуты при использовании новых методов, новых молекул, новых агентов для лечения опухолевой кроветворной системы, и особенно может быть опухолей из лимфоидных клеток. И это достаточно просто объяснить, потому что дифференцировка лимфоидных клеток очень хорошо изучена от стволовой клетки до конечного лимфоцита зрелого, хотя понятие «зрелый» и «конечный» к лимфоцитам не всегда относятся, и вы это знаете, что эти клетки способны к ретродифференцировке. И ввиду этого достаточно хорошо изучены различные структуры, различные рецепторы, находящиеся на клетках лимфоидных в процессе вот этого сложного пути дифференцировки. Я не буду здесь детализировать, это достаточно хорошо известно, но хочу отметить только некоторые кластеры дифференцировки. Это CD19, это CD20, это CD22, ну и многие другие. Прогресс в лечении лимфом связан во многом вот с этими моноклональными антителами, о которых я уже упомянул. Ну, исторически, и наибольший опыт накоплен при использовании различных видов анти-CD20, моноклональных антител. Все началось с ретоксимаба, потом менялась молекула, все это усложнялось, появились другие моноклональные антитела, у которых эффективность, в общем-то, можно сказать, даже выше. И ввиду особенностей механизма действия, вы видите, здесь механизм достаточно сложный по сравнению с ретоксимабом, абинутузумабом. И появились новые формы, и анти-CD20 завоевывает все больше и больше роль и место в лечении различных лимфом. Но это понятно. Здесь вы видите классическую, можно сказать, картинку, когда на огромном, очень большом количестве больных в разных центрах, естественно, ратомизация и так далее, и так далее, добавление ретоксимаба и других моноклональных анти-CD20 тел значительно улучшего все характеристики эффективности и общую выживаемость, и выживаемость без прогрессии, и так далее, и так далее. При этом это касается практически всех лимфом, кроме лимфомы Ходжкина. При лимфоме Ходжкина имеется другой, относительно такой, более-менее специфичный маркер. Это CD30. И работы по синтезу, по конструкции моноклональных антител, работающих таргетно против анти-CD30, ведутся в течение десятилетий. И только сейчас эти работы вывенчались успехом, поскольку технологически был найден способ присоединить к моноклональному антителу мощный анти-тубулиновый агент – монометил, ауристатин. И тем самым обеспечить таргетность и обеспечить цитотоксический эффект. Я не буду подробно останавливаться на всех работах. Пару слов о нашем опыте. Где-то уже 3-4-5 лет мы используем этот препарат. Все началось с клинических испытаний. Мы тогда не знали, что это такое. Но чувствовали, что появилось что-то очень серьезное. И когда эти клинические исследования были открыты, расцеплены, мы узнали о том, что вот существует такой препарат. В настоящее время мы располагаем опытом где-то 150 пациентов. Причем это все пациенты, предлеченные тяжело, запущенные, с огромной опухолевой массой, которые доставляли нам очень большие проблемы до появления брентуксимаба. И вы видите, что у этих резистентных к другим видам терапии больных после введения в качестве монотерапии брентуксимаба был получен очень хороший эффект. И полные ремиссии 35%, и частичные, и стабилизация. И только где-то у 70% на фоне терапии брентуксимаба наблюдалась прогрессия. Выживаемость этих пациентов резко-резко улучшилась. Улучшилась. И изменился вот маншафт этой проблемы. Однако, если вы посмотрите на эту кривую, с помощью брентуксимаба у этой категории больных не удается у большинства больных получить излечение. И через некоторое время, это недели, годы, наблюдается рецидивирование. И стало ясно, что одного брентуксимаба у этих больных, в общем-то, недостаточно. Очень большое значение имеет эффективность и тип первичной линии терапии. И возникает вопрос, можно ли улучшить результаты лечения болезни Ходжкина, лимфомы Ходжкина, при использовании каких-то альтернативных видов первой линии терапии. Меняя, ну, допустим, в АБВД блеумицин на брентуксимаб, проведя соответствующие изменения в биокопе и так далее, и так далее. Я покажу один диапазитив, где якобы можно. Но создается такое впечатление, что прогностические факторы как таковые, они играют большое значение. Но создается впечатление, что мы должны чаще, все чаще и чаще ориентироваться на так называемую ответоадаптированную терапию, которая контролируется с помощью ПЭТ-КТ. И с помощью вот этого мониторинга удается поменять линию терапии на более ранних этапах, не тогда, когда больной получил 6, 8, 10 схем биокоп или каких-то других. А когда пациент получил 2 или 3 схемы, это реальные возможности. Однако попытка ввести брентуксимаб в качестве первой линии терапии, я бы сказал, она не увенчалась тем успехом, о котором думали авторы. Вы видите, что выживаемость в этом огромном исследовании увеличилась в пользу брентуксимаба. Однако всего-навсего 5-10% в Европе эти данные были практически не подтверждены, а стоимость резко увеличилась. Поэтому, мне кажется, сейчас нам не надо думать о том, чтобы брентуксимаб включать в первую линию терапии. Если говорить о других видах лимфом, нехочетских лимфом, то здесь, в общем-то, результаты такие немножко удивительные, поскольку CD30 не является основным маркером при нехочетских лимфомах. Однако вы видите, что общий ответ, частота полных ремиссий и частичных ремиссий и стабилизации при некоторых видах лимфом, даже при такой излокачественной, как диффузная байклеточная крупноклеточная лимфома, достаточно широкий. И мне бы здесь хотелось отметить, чтобы мы думали при использовании брентуксимаба не только о включении его в терапию хочетской лимфомы, но также и нехочетских лимфом. С некоторыми особенностями. Без полихимиотерапии он практически здесь не работает, поэтому показана комбинированная химиотерапия с включением в протоколы анти-CD30 брентуксимаба. Он пока единственный препарат. Другое очень серьезное открытие, которое бы я хотел отметить, это открытие главного механизма иммунной системы надзора над опухолевыми клетками. Мы называем так, это ингибиторы иммунных контрольных точек, иммунный чекпоинт ингибиторы. И, конечно, это уже ясно изменило значительно наши возможности в лучшую сторону при использовании различных ингибиторов контрольных точек в лечении различных злокачественных заболеваний, включая солидные опухоли. Я думаю, что вот эта Нобелевская премия, она одна из самых таких значимых за последнее даже не десятилетие, а, наверное, двадцатилетие. Не буду останавливаться на механизме подробно, но при опухоли рано или поздно наступает срыв иммунной системы. До поры, до какого-то времени удается контролировать, но в опухолевых клетках накапливаются мутации, накапливается вот эта масса мутации, и, может быть, не меньшую роль играет, ну, так и называют, усталость лимфоидных клеток, эффектных клеток, которые перестают работать так эффективно, как, допустим, в здоровом организме или как в начале развития опухоли. В России уже FDA и многие антитева одобрены в России. Хотел бы отметить здесь следующее. Очень важны не только ингибиторы и рецепторы педилан-ингибиторы, как Нива, УМАП, но и ингибиторы других контрольных точек. Это ингибиторы лиганта и ингибиторы четвертой молекулы. У них механизм действия немного отличается. Только высокая стоимость не позволяет нам в широкой практике использовать комбинацию из различных ингибиторов контрольных точек. Но, может быть, времена изменятся, и мы будем способны назначать комбинацию Нива, УМАПа, например, с ИПИЛИМУМАПом и так далее, и так далее. Одно, пару слов о солидных опухолях. Вы видите, что, в отличие от лимфомы Ходжкина, 68%, где ответ наблюдается, ну, почти у многих больных, почти у всех, при солидных опухолях эффективность ниже, ответ ниже. Хотя здесь тоже есть сюрпризы. Например, рак мочевого пузыря. Это неожиданное. Рак головы и шеи. Это тоже неожиданная вещь. И, конечно, с учетом распространенности солидных опухолей, конечно, это очень-очень важно. Я думаю, что на одного больного с лейкозом приходится сотни или тысячи солидных опухолей. Поэтому, конечно, онкологи сейчас изучают все это. Но если при лимфоме Ходжкина мы эмпирически можем назначить, без определения показателей, то при солидных опухолях, представьте себе, тысячи-тысячи больных, если мы будем назначать эмпирически, это будут огромные затраты. Но самое главное не это. При многих опухолях ингибиторы контрольных точек просто будут неэффективны. Это видно на данном диапозитиве. И все, многое зависит от числа мутации. Это называется мутационная масса, мутационная нагрузка. Это зависит от микросателитной нестабильности. И это зависит от экспрессии, прежде всего в данном случае пока, педилигента. Мне кажется, что более разумным и с экономической точки зрения все-таки перед назначением, несмотря на сложность методов, но они не такие уж и сложные, они идут, все-таки проводить соответствующие лабораторные исследования. Открытие подобных лабораторий обойдется, конечно, дешевле, чем использование этих дорогостоящих препаратов эмпирически при различных видах опухоли. Вы видите, что лиганд Педиван экспрессирован не только при лимфоме Ходжкина, но и при других лимфомах, что очень важно. Например, обратите внимание, он экспрессирован при лимфомах центральной нервной системы, и мы в этом убедились, что он эффективен не только при лимфоме Ходжкина. Объясняется это просто. При лимфоме Ходжкина имеется тросфокация 9,524. И это та тросфокация, тот локус, где расположен ген Педиван Лиганд. При других лимфомах это выразено меньше при солидных опухах, поэтому еще раз требуется соответствующее обследование. Я не буду подробно останавливаться на этом, но вы здесь видите методы, с помощью которых можно это все определить. Это методы нашей клиники, в том числе следующий момент при использовании ингибитора чекпоинт, надо обратить внимание, что при этих препаратах использование этих препаратов бывает не только прогрессия, но и псевдопрогрессия. И масса опухоли не только не меняется у некоторых больных, она может нарастать в течение первых месяцев, до 6 даже месяцев, может быть даже иногда и больше, но это псевдопрогрессия, потому что масса опухоли составляют не раковые клетки, не клональные клетки, а составляют различные здоровые клетки, прежде всего это Т-лимфоциты, эффекторы, НК-клетки, моноциты, макрофаги и так далее, и так далее. Я не буду подробно объяснять, введена новая классификация, лирик, так называемая, для оценки, но одной фразой аккредитировать это можно следующим образом. Есть только один метод, который позволяет точно отличить псевдопрогрессию от настоящей прогрессии, это биопсия. Другого метода нет, но не всегда приходится, не всегда возможно ее сделать при расположении лимфоузлов, недоступных для хирургов. Другой метод более практический, не торопиться с отменой и ждать, потому что при псевдопрогрессии не бывает той клинической картины, не бывает той интоксикации и так далее, и так далее, которая бывает при реальной прогрессии. И мы сейчас, накопив определенный опыт, мы используем. В настоящее время вот эти вот резистентные лимфомы залеченные за последние 3-4 года очень часто сами или по направлению приходят в нашу клинику. Я думаю, что сейчас опыт где-нибудь в районе 250 больных с резистентными формами лимфом на Нивовомабе. Здесь обработанный материал только у 260 больных. Очень коротко. Поражает чрезвычайно высокая частота ответа как полной ремиссии, так и частичной ремиссии. Хотя для лимфомы Ходжкина общая вызываемость это не самый хороший показатель. Они живут относительно долго, но тем не менее все характеристики эффективности препарата при использовании чекпоинт ингибиторов у подавляющего большинства больных, я бы сказал, ну, 90% с лимфомой Ходжкина улучшаются. Препарат дорогой. Естественно, фирма сразу же рекомендовала высокие дозы. Это естественно при изучении максимально переносимых доз, исходя из того, что максимальная доза будет лучше работать. Экономические соображения и другие факторы подтопнули нас к тому, чтобы посмотреть эффективный ли препарат при снижении доз и в качестве клинического исследования зарегистрировано в различных инстанциях и в сетях мы уменьшили эту дозу значительно. Основываясь на теоретических данных, при низких дозах рецепторы и диван системы, на которые действует НИОУМАП, они, может быть, уже полностью заняты, как говорят, оккупированы. Так и оказалось, что доза намного меньше рекомендованной дозы, это 40 миллиграмм НИОУМАПа, действует практически так же у большинства больных. И вот эта история, конечно, нас заинтересовала, мы будем дальше изучать это, но сейчас уже не вызывает сомнений, что у многих эта доза работает. Вот вы видите здесь картинку соответствующую, после введения низких доз, а у некоторых больных после введения одной дозы эта опухоль исчезает. Вот это вот результаты так называемые нашего клинического исследования, НИВА-40, без детализации, эффект очень хороший, практически не отличается от рекомендованных доз, вы видите здесь беспрогрессивная выживаемость, общую выживаемость и так далее, и так далее. Но препарат все равно дорогой. Может быть остановиться, остановить терапию у некоторых больных. Инициировали другое клиническое исследование. У тех больных, у которых достигнута ремиссия, и у которых она продолжалась достаточно долго, мы останавливали терапию и в общем к нашему удовлетворению а может быть немножко к удивлению, потому что литературных данных, ну пару ссылок вокруг этого нет. И вы видите, что из 23 больных у 13 больных это ремиссия, приступ имотенибе продолжается. Это другой прием для того, чтобы он вышел бы в клиническую практику, этот препарат. Медиана пока не достигнута, вы видите, здесь, на этих рисунках без детализации. Однако у больных, у части больных этого недостаточно. И естественно возникает идея, а что будет при комбинации? Мы решили начать с бендамустина, него ума плюс бендамустина. Бендамустин, как и любой другой цитостатик, разрушает опухоль, антигены выделяются, большая стимуляция иммунной системы, и вы видите, что у некоторых больных работает. И ответ у нас получен в этой самой резистентной группе больных, где не помог ни брендамустина, ни невоума в качестве монотерапии, работает при комбинации с бендамустином. Это другой прием. Следующая это наиболее распространенная схема, гемцитабин содержащая схема, бендамустин, генцитабин, ретоксимаб, плюс невоумап. Оказалось, что эта схема тоже работает. И это тоже мы имеем в виду при лечении соответствующих резистентных больных. Видно на этой картинке, что ответ, ну, сами понимаете, конечно, это неудовлетворительный, но все-таки от 30 до 50 процентов у безнадежных больных это лучше, чем 0 процент. О осложнениях не буду долго говорить. Осложнения очень-очень частые, и все они носят аутоиммунный характер. Но, к счастью, фатальных осложнений практически нет. Поэтому осложнений легко достаточно. У большинства больных корригируется назначением глюкортикоидов, и зачастую наличие осложнений в анамнезе от ингибиторов чекпойнт иммунологических осложнений не является уж таким абсолютным противопоказанием для возобновления терапии в случае необходимости для повторного назначения. Клеточная иммунная терапия это логенная трансплантация, механизм за не менее времени не буду говорить, но вы видите, что происходит при трансплантации у больных с лимфом и хорьского. Это больные, которые не ответили ни на брентуксимаб, ни на ломомаб полностью. Они помогли нам просто улучшить состояние, получить ремиссию и подготовить больных к трансплантации с учетом того, что там происходят частые рецидивы. Мы сейчас комбинируем как у взрослых, сейчас инициированы исследования у детей, результаты практически не отличаются, комбинация логенной трансплантации и использование вот этих препаратов. Как в качестве подготовки, мостик для логенной трансплантации, вы видите, здесь первая работа по использованию французской группы, но они приостановили эту работу, поскольку столкнулись с освожнениями в виде реакции трансплантат против хозяина. Другие авторы на это не обратили внимания, кое-что модифицировали, вот одна из работ, и не получили таких грозных охлаждений. Мы пошли вот этим путем, начали с 20 больных в качестве клинического исследования и выявили без сомнения, что эти тяжелые реакции трансплантат против хозяина можно обойти, увеличив период между окончанием терапии нивовомабом и трансплантацией костного мозга, ну и другие какие-то приемы. То есть это очень-очень хорошо работает. Другими словами, мы подтвердили данные вот этого автора и сейчас очень широко используем вот эту вот комбинацию. не хочется какие-лимфомы. Трансплантация работает. Но больные вы сами понимаете какие. Они прошли почти все виды терапии, но желательно извините за такой термин, не залечивать их все-таки, потому что кумулятивная тактичность до трансплантации имеет принципиальное значение. какие другие виды терапии? Не останавливаясь на рецидивах, это очень сложная ситуация после трансплантации костного мозга, там очень хорошо работает тот же бред-туксимаб и те же ингибиторы иммуноконтрольных точек. То есть рецидивы становятся не так страшны, как были раньше. Плюс инфозия донорских лимфоцитов при трансплантации. Это другой вид иммунотерапии. Вы видите, что при лимфоме ходщика ну так не очень, у третьих больных работает, но при лимфомах он тоже работает и при других заболеваниях, хотя здесь лучше работает при милопролитеративных заболеваниях. Вот на этой таблице можно было бы на нее потратить много минут. А вот трансплантация, карти, клетки, моноклональные тела, простые, байты и конъюгированные. Какие за и против? Я скажу о преимуществах. У них и всех имеются и недостатки, и преимущества. Но они комбинируются друг с другом. Рецидив после Алла Кар, рецидив после Алла байты и так далее, и так далее. Здесь долго можно говорить, но самое главное в правом углу наибольшее распространение конечно получат Нивоумап и байты. Кар клетки, карти и трансплантация они более сложные методы. И конечно каждому врачу, каждому просто нормальному человеку хотелось бы избежать более сложных методов. Поэтому данные виды терапии ждет большое будущее. Здесь вы видите чувствительность различных лимфом к различным видам иммунотерапии. Мы сейчас это хорошо знаем, поэтому вот эти комбинации уже не просто так давайте попробуем то-то или то-то. Они носят такой целенаправленный характер и зачастую удается подобрать комбинацию. Это очень большой труд многолетний. я хочу поблагодарить наших докторов, наших сотрудников, сотрудников кафедры, ну и прежде всего в данном случае лимфомную группу. Это Наталья Борисовна Михайлова и вот Кирилл Лепик здесь, которые конечно вважили, сыграли основную роль на протяжении вот этих трех лет в этих исследованиях. Спасибо за внимание. Спасибо Борис Владимирович за блестящий доклад. Пожалуйста, вопросы. Борис Владимирович, вот так получилось, что Сергей Михайлович в силу обстоятельств очень уважительных был вызван губернатору. Тема его доклада звучала все-таки генная и клеточная терапия. Вы сказали, что это достаточно сложный метод для практического применения, но тем не менее все-таки каково его место и каковы его перспективы применения? Еще раз доклад Сергея Михайловича. Сергей Михайлович, у него доклад звучал генная и клеточная терапия. Вы в своем докладе, когда пирамиды показывали, сказали, что да, вот ТКР-терапия это достаточно сложный вид лечения, но тем не менее место его, каковы его все-таки перспективы? Ну я начну с первой, со второй части доклада но во-первых трансплантация это тоже гляточная терапия. Чем отличается трансплантация от других? Это просто общепринятый метод, за который платят в зависимости от законодательства, в зависимости варьируют от страны к стране, либо там аналоги министерств, как и в России тоже, либо страховые компании. Он рутинный метод, везде и всюду. И он еще будет играть очень долго и значительную роль. Это первый. Но трансплантация возможна, когда на момент трансплантации мы имеем ремиссию или минимальную массу опухоли, необходима циторедукция. А вот при некоторых заболеваниях, при лимфомах, при остром лимфобластном лейкозе не удается этого сделать. Даже имеем моноклональные цитеры. И конечно вот введение вот этих картитерапии, картитерапии с использованием химерных генов, антигена, играет очень большую роль, потому что этот метод работает при большой массе опухолей. И он работает иногда совершенно удивительно, потому что это балки и так далее. Между прочим, так же как лимфоциты. Почему мы полюбили донорские лимфоциты? Много лет назад мы столкнулись с одним больным из мальчик наш из Ленинградской области. Транспортация в Великобритании была. И рецидив. Они его выписали к нам, направили. Правда дали интерлекин. У нас тогда интерлекин был не очень. Мы использовали лимфоциты с интерлекином. И после первой же инъекции там лимфоциты с бластами, там около ста, так я не помню, пошли вниз. И с тех пор это часто используют. Карте это то же самое. Это мощная терапия при супер резистентных опухолах. Но мне кажется, что разработчики Карте это естественно это любимое дитя. ты все равно как-то пытаешься. Но если говорить объективно и мы в этом убедились. У нас сейчас все больше и больше больных из разных стран, прежде всего из Китая, которые рецидивировали после карте терапии. Что делать? Ну тогда мы используем трансплантацию и так далее. Если вы посмотрите на пятилетнюю выживаемость после карте терапии, несмотря на то, что вот эта девочка ребенок первая в Пенсильвании ввели, они уже отчаялись. Они ввели, она поправит. До скорой у нее ремиссия. Но кривая трансплантация и карте терапии, они приблизительно такие же. Рецидивы, 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 все равно. Но это ни в коем случае не умаляет значение карте терапии, потому что конечно тебе хотелось бы иметь и то и другое, потому что есть за, есть проф, против, но комбинируется хорошо. Я думаю, что будущее, я упрощаю ситуацию и говорю, это за клетками, которые работают против опухолей, но которые мы делаем в организме, например, вводя соответствующие препараты, ингибиторы, черпами. Там другая механизм немножко. Карти имеет будущее, но количество больных с показаниями, оно маленькое, а количество больных с использованием иммунчекполь ингибиторов, там еще солидные опухоли, картида разрабатывается сейчас, и при солидных опухолях, и очень перспективный байт. Если говорить о генной терапии, я не хочу отвлекаться, но вот сейчас Марина по поводу сидит, увлекается редактированием генов, правда, это при ВИЧ-инфекции на фоне опухолей, ну так, это в мире сейчас популярно, эти криспы, и так далее, и так далее. За этим тоже есть будущее, конечно, но думаю, что, по крайней мере, действия в основном клинициста, наверное, пока нам надо ориентироваться на химиотерапию, на моноклональные инстила, на ингибиторы, и на трансплантацию все-таки надо ориентироваться, это обычный в ожидании картерапии. Она появится скоро, я очень рад, что между нашими друзьями из Москвы, институтом онкологии, вашим именем, Николай Николаевича Петрова, и нашим университетом заключено соглашение. У меня такое ощущение, что до конца 2019 года карти будут терапии, потому что все-таки лучший вариант и путь, это тот путь, по которому идет Михаил Александрович Мощан, наблюдая за ситуацией. Мы не стали ввязываться в это, мы бедные по самим с ними, понимаете, поэтому ждем, что у них получится. Ну, вы понимаете, что я за Алексея, за Сергея Михайловича не могу, что я не могу.